добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман в мировой коронавирусной гонки по числу подтвержденных заболеваний германия занимает уже четвертое место 108 вот на данную минуту по крайней мере я посмотрел только что 118 тысяч 800 извините 118 тысяч 235 подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выявлено 4939 случаев заболевания умерли 258 человек из всего 26 607 а выздоровели 6107 из 52 407 человек всего выздоровевших вот о том что происходит с коронавирусом в германии мы сегодня поговорим как обычно в принципе поговорим с со специальным корреспондентом издания себе с евгением кудрецом женя рад приветствовать добрый день здравствуйте александр жень вот по оценке министра здравоохранения германии енса шпана ограничения я цитирую ограничения общественной жизни введенной в германии связи с пандемией коронавируса наконец-то начали приводить сглаживанию кривой роста числа инфицированных конец цитаты но в свою очередь ангела меркель заявила о проблеске надежды впереди а объединение немецких профсоюзов призывают к осторожному возрождению экономики германии на прежние на прежние рельсы вот означает ли все это что в германии видна действительно перспектива возвращения к нормальной жизни ну я хотя бы еще процитировать и того же енса шпана вот он сказал что рост числа новых зарегистрированных случаев инфицированных смягчается мы видим что он линейный скорее чем динамический экспоненциальный свидетель вы чем мы были в середине марта то есть действительно есть лучик надежды но я бы так сильно не обращался потому что решающий как раз будет следующая неделя пасхальная и мы увидим если действительно будет серьезные сокращения новых выявленных случаев заболевших то тогда можно говорить о каком-то послабление режима хотя вот тоже ангела меркель сказала чтобы люди на пасхальные вот эти праздники но которые тоже смешно сейчас назвать праздником то что сплошной праздник когда люди не работают но имею ввиду пасху чтобы они все-таки остались дома и не ездили к своим родным другие города и федеральные земли потому что опять же риск есть и мы понимаем что карантин это пассивная такая мера но тем не менее она дает результаты и как-то люди более-менее уже привыкли и так остро не реагирует и жизнь собственно продолжается жень а если какая-то статистика в германии публикуется ли она по разного рода социальным группам граждан граждан или не граждан германии я имею ввиду люди из восточной германии люди из западной германии может быть мигрант по мигрантам есть какая-то информация и вообще насколько соответствует действительности я читал несколько публикаций в которых утверждается что коронавирус вынудил некие группы достаточно значительные группы мигрантов из германии вернуться в те страны из которых они приехали прибыли но вы знаете у меня нет таких данных именно конкретно по мигрантам вот что-то вы только что сказали что они вернулись на родину и каким образом они это сделали мне очень трудно судить потому что вы знаете что воздушное сообщение собственно прервана и может быть они успели до того но насколько знаю статистики отдельной нет по каким-то социальным группам и мигрантам и мне кажется что это в данной ситуации даже не нужно чтобы как-то лишний не создавать вопросы у кого-то кто больше подвержен кто меньше мы все в этом смысле одинаковые вы знаете и celebrity и знаменитости по всем мире болеют и простые граждане поэтому здесь мне кажется вообще постановка вопроса не совсем корректно ставить мигрантов и так сказать коренных жителей по разные стороны баррикад мы все вместе боремся с коронавирусом и мне кажется что здесь не так важно кто болеет главное чтобы он поскорее закончил нет но тут один момент есть скучность населения скучность в местах проживания скажем так у легальных граждан германии с этим более-менее все нормально а мигранты живут но большими группами близко друг я по ним до риски есть но здесь все таки в германии вы знаете что медицина положено всем независимо от статуса даже если это беженец или это какой-то человек который только подает документы просит то есть в этом смысле ему самая необходимая медицинская помощь положено так что он не останется в стороне если будут выявлены какие-то случаи но насколько мне известно вот я мониторю прессу немецкую таких случаев нет чтобы где-то вот в общежитиях где живут мигранты были какие-то массовые вспышки коронавируса так таких данных нет и единственное что вот печально что несколько было случаев в домах престарелых вот в юрсбурге еще в одном городе сейчас не вспомню произошло заражение пациентов это понятно что это было извне потому что кто-то пришел и ну хотя родственникам запрещено посещать своих престарелых родителей бабушек дедушек но значит персонал каким-то образом заразил и было вот в юрсбурге по моему 10 смертей это очень печальная такая но в израиле тоже есть такая картина есть такие же случаи же не еще вопрос в германию в четверг как пишут 9 апреля прибыли первые сезонные рабочие для уборки урожая чартерным рейсом из румынии доставлены 530 рабочих а всего в страну ожидается прибытие правда соблюдением мер безопасности около 80 тысяч сезонных рабочих в основном из польши и румынии они проще ли было использовать для этих работ ну своих тех же самых мигрантов но я вам больше скажу что хотят приехать до 20 тысяч в германию но мне кажется что здесь речь идет о финансах то есть мне кажется что вот это дешевая рабочая сила как бы это цинично не прозвучало играет роль потому что если будут хотя в мигрантам понятно что можно платить тоже меньше это не к не коренные жители но есть все-таки какие-то ограничения и здесь речь идет о каких-то сезонных работах но мне честно говоря тоже странно почему нельзя использовать внутренний потенциал и завозить тем более сейчас вот в обстановке коронавируса но власти власти сказали что все будут все пройдут карантин и они сразу не будут допущены к работах то есть будет проверена температура их и так далее то есть не это не будет такого повального движения но я совершенно разделяю ваше недоумение потому что мне кажется что есть возможность использовать внутренний потенциал и тех людей которые здесь живут германии зачем использовать посторонний труд и я я затрудняюсь мне это трудно сказать зачем это нужно сделать особенно когда наверняка в германии тоже выросла безработица да да жень еще вопрос у меня я прочитал что по по крайней мере об этом пишут в федеральной земле северный рейн вестфаль а на западе германии приостановили выплату экстренной помощи самозанятым и малому бизнесу связи с возможным интернет мошенничеством так называемым фишингом в чем суть известно ли в чем суть этого преступления вообще а при остановке какой помощи идет речь но вы наверно знаете это не секрет что германия выделила всем представителя малого бизнеса в том числе предпринимателям тут называется это так как свободные до предприниматели сумму вот насколько знаю от пяти тысяч и едем единовременно потому что они пострадали из-за того что они не могут работать и они не зависят от государства ну что они вот как правильно говорить и самозаняты но действительно вот в северном рейне вестфале произошел такой неприятный инцидент когда был создан поддельный сайт который имитировал настоящий сайт то есть такой же дизайн тут тот же лейтаут то есть точно также то есть можно перепутать если не посмотреть на адрес и там мошенники создали специальную анкету которую заполняют вот эти самозанятые я так понимаю что они каким-то образом там указали свои банковские реквизиты и уже мошенники получили доступ к этим реквизитам потому что иначе я я не совсем понимаю в чем там суть была этого мошенничества но тем не менее вынуждены были действительно приостановить эти выплаты и один из вот этих сайтов несколько было сайтов он вообще зарегистрирован где-то в словении то есть не в самой германии так что это можно сказать международная такая афера но слава богу что вовремя остановили и сейчас пытаются как-то бороться с вот этим фишингом это такой известный способ мошенничества когда создаются вот такие вот псевдо реальные сайты и воруется информация доступа к банковским реквизитам и таким образом человек может оказаться без денег но это единичный такой случай вот вы правильно заметили только в северном времени в других федеральных землях таких вещей нет жени и напоследок еще один вопрос он напрямую не относится естественно коронавирусу но относится к преступности криминалу дело в том что по сообщению издания der tagger шпигель парламентская фракция зеленых бундестаги получила ответ от правительства на свой запрос а так называемых политически мотивированных правонарушениях стране и вот в отчете констатируется факт что в германии наметился рост такого рода преступления в том числе рост антисемитской преступности приводится ли в документе конкретные примеры делается ли вывод о причинах этого роста ну я хотел бы несколько цифр назвать вот за прошлый год есть в 2019 году было отмечено 41 185 политически мотивированных преступлений против 36 тысячи 62 подобных в 2018 вы видите что рост на 5 тысяч это вот и действительно по регулиозным мотивам совершила 470 раз и в основном это связано с радиокальными исламистами что касается конкретно антисемитизма то там такой статистики у меня нет но вы помните совсем недавно вот в прошлом году было нападение в галли на синагогу и есть всплеск и таких настроений вот и я знаю что в берлине был случай такой очень неприятны в школе когда мальчика начали травить и за его еврейского происхождения и родители были вынуждены просто его забрать поменять школу потому что не нашли какого-то взаимопонимания с дирекция школы и это все очень печально потому что даже был создан специальный такой орган это уполномоченный по делам антисемитизма вы понимаете что раз сделано этот шаг значит это говорит о росте антисемитизма в германии и конечно причины есть и все-таки косвенно мы уже с вами говорили все таки связаны как-то с беженцами потому что это представители арабского мира и вы знаете как они кавычках нежно относятся к евреям и у них есть такие антиеврейские антиизраильские настроения и мне кажется здесь правительство германии должно усилить борьбу чтобы не допускать вот этой ксенофобии потому что германия там многонациональная страна здесь есть несколько религий в том числе ислам но мы знаем что ислам иногда используют религию как инструмент своих целях и политических в том числе и религиозных и может в своих проповедях призывать борьбе с неверными под ними подразумевая тех же евреев так что это очень серьезная и важная проблема но вот что касается вот еще возвращаясь к вашему вопросу по поводу политически мотивированных вот помните недавнее убийство чеченского боевика в берлине в августе прошлого года вот как раз пришли к выводу что оно тоже было политически мотивированным но здесь ничего странного нет потому что было понятно что это политическое убийство и она вписывается вот в систему российских спецслужб если мы вспомним начиная от ликвидации того же троцкого в принципе почерк не меняется и здесь удивляться не приходится потому что это совершенно не бытовая какая-то разборка как хотел представить это президент россии это действительно политическое убийство и расследование продолжается мы будем наблюдать чем она закончится но вообще политически мотивированные убийства в том числе присуще не только российской разведке но и разведкам ряда других очень развитых стран не будем называть кому и как и что это отдельная тема для разговора женщины спасибо спасибо в любом случае было очень интересно спасибо всего самого доброго с праздником песох и до новых встреч и будьте здоровы будьте нам здорово спасибо спасибо именно и спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы живите богато и наслаждайтесь это он тв до новых встреч